Нашу выставку, 13-ю выставку, региональную выставку клуба «Лайка плюс». Всем огромное спасибо за то, что пришли на выставку. Теперь, если позвольте, буквально пару минут, я расскажу нас, значит, в этом году события. В этом году 15 лет нашему клубу. Значит, в двух словах, как все начиналось. Начиналось сейчас после Камбовской всероссийской выставки. Значит, после Камбовской всероссийской выставки собрались мы на кухне Алексеева, Александра Юрьевича, Большимдорост, Анатолий Васильевич Китаев и Виктор Блинов. Сидели, осматривали щенков. И заодно наш юрист Василий Николаевич составлял нам, ну вот мы решали, как организовать этот тур. После этого было на две всероссийских. Общая всероссийская, одна всероссийская выставка. Каменск-Уральский клуб оставлял. Были чемпионы всероссийских выставок с нашего клуба. Было проведено много... Это 13-я наша выставка за 15 лет, которую проводит клуб. Было проведено много состязаний. Мы были начальники состязаний молодых лаек. Это Банун, Барсук, Мой и Медведев. Вот в этом году, кстати, мы опять проводили наш клуб. Проводили эти состязания. Опять позвольте, я поблагодарю некоторых людей, с которыми нас свела судьба, которые нам были большими помощниками в нашем основании клуба. Ну, во-первых, но здесь его нет. Это вот директор, как бы, вот, этого технологического службы, это сам, технологического центра, Семенов Дмитрий Николаевич. Ой, Дмитрий Геннадьевич. Вот. Мы, значит, благодарим его. Нормально, нормально. Наш вечный помощник, поминец, Александр Дмитриевич. Ну, а основатель клуба и наш первый бухгалтер, Блинов Виктор Константинович. Первый президент клуба Алексей Александр Юрьевич. Еще наш президент Чапурник Николай Васильевич. Ну, и крейство Людмила Владимировна. Наши эксперты российской категории, наши гордости, наши учители. Так, ну, теперь начнем с работник, который постоянно, рутинно работает. Прищупа, Ольга Викторовна. Слава Юлова Светлана Сергеевна, постоянный участник и организатор наших мероприятий. Так, вот не вижу, товарища. Щемиров Андрей Валентинович, человек, который постоянно представляет наш губ на всех состязаниях. Так, ну, и один, кто первый составлял наш устав, кто один из, как я уже говорил, первых основателей нашего клуба, Китай, Василий Николаевич. Ну, конечно, надо бы отметить в первую очередь тоже, мы уже практически только один раз проводили нашу выставку, не вот в этих вот, не на этом полигоне, не в Атамане. Вот, а так все вот 12 выставок мы прошли на территорию Атамана. Ну, и, понятно, всегда огромную помощь и все нам оказывала Глеба Надежда Ивановна. Мы ее поздравляем, очень ей благодарны. Она занята, там, в Путербурге. Наш постоянный комендант выставок состязаний борется за то, что было все хорошо организовано. Гриша Владимирович Николаевич. Гриша! Нету. Придем, пожалуйста. Гриша, это значит, где? Человек, который ну, внес большой, значит, ну, помог в организации данной выставки, Чекмарев Кирилл Сергеевич. Гриша Владимирович Николаевич. Ну, и, понятное дело, Ваш слух Башин, здоровья Анатолия Тольщина. Теперь слово передаю главному экспорту выставки к речке Людмиле Владимировне. Толь. Нет. Нет, слово. Так, молодежь, я вас исправляю с праздником. Пробатчик выключил. И хочу представить вам экспертные комиссии, которые будут работать на ринге. Ринг западно-сибирских лайок Кобелей. Эксперт на ринге. Эксперт второй категории Куица. Ассистент. Эксперт третьей категории Яшин. Эксперт третьей категории Кирилл. Эксперт третьей категории Турцкого. Эксперт третьей категории Стажеры Молчков, Иннадий и Скалаков. Русско-европейские лайки Кобели. Эксперт третьей категории Эксперт первой категории Молчков. Ассистенты. Эксперт второй категории. Турского. Эксперт третьей категории. Боярыш. Лайки русско-европейские суки. Эксперт в ринге. Эксперт второй категории. Булинков. Ассистенты. Эксперт третьей категории. Азаров. Эксперт третьей категории. Маклова. Стажера Артемов. Лайки восточно-сибирские. Карелы финские. Эксперт в ринге. Эксперт в ринге. Эксперт в российской категории. Чебурный. Ассистенты. Эксперт третьей категории. Турчинский. Турчинский. Эксперт третьей категории. Наук. Если нет вопросов, то с Богом, как говорится. Борис.